Школьная киностудия «Золотой кадр» представила новую киноленту, посвященную защитникам подземной крепости Аджимушкай под Керчью. Герои Аджимушкая – это история о подвиге и трагической гибели в каменоломнях 10 тысяч человек. В 13 минут уместить историю 10 тысяч судеб, для которых аджимушкайские каменоломни стали братской могилой, такая сложная задача стояла перед студийцами «Золотого кадра». Почти два года заняло производство киноленты. Сценарий, операторская работа, монтаж – все – это работа школьников под руководством Вадима Бойко. 8 мая 1942 года начинается наступление. Противник прорывает участок Южного фронта и проходит к Черному морю, оттесняя наши войска. И все выходит из-под контроля. Катастрофа, паника, бегство. Прикрывать эвакуацию должна была сводная группа солдат под руководством полковника Павла Ягунова. История десятка тысяч красноармейцев и мирных жителей, которые на полгода оказались замурованы в каменоломнях под Керчью – настоящая трагедия и подвиг, ведь спасение было ждать неоткуда. С ограниченным запасом провизии на глубине 16 метров солдаты, женщины и дети боролись за жизнь. Вот как об этих событиях пишет защитник аджимушкая младший лейтенант Трофименко. Немцы окружили со всех сторон нашей катакомбы. В церкви огневая точка, пулеметы, автоматы. Большая часть домов в Аджимушкай захвачены немцами, и почти в каждом расположились автоматчики. Трудно добираться за водой. Колодцы находились только на поверхности. За воду приходилось платить кровью. А вскоре фашисты и вовсе засыпали источники. Норма тех страшных двух недель жажды – одна столовая ложка воды в сутки, две столовых ложки воды в сутки. Это только раненым. Здоровые бойцы должны были добывать воду сами. В мае защитников каменоломен, солдат и местных жителей было больше 10 тысяч. В сентябре осталось 200 человек. В конце октября из катакомб фашисты вывели всего 7. Аджимушкайцы – история настоящей отваги. Фильм об их подвиге – дань памяти. А еще урок патриотического воспитания. Лента будет показана во всех школах округа. Каждое слово редактировали в музее. Мы отправляли, написали, отправляли им. Они редактируют, поправляют, убирают что-то. Поправляют – это не так, это вот так, вот так. Мы только с ними сотрудничали. Потому что в любом случае они боялись. Если какая-то неточность, у нас просто фильм, они бы в сценарии не приняли. Нас не приняли бы в музее, нас не допустили бы даже к съемкам. В сороковой школе премьера никого не оставила равнодушным. Я вообще поражен, что ребята из нашей школы смогли сделать такое кино. Это берет за душ. Я считаю, что ребята из нашей школы проделали большую работу. И то, что для уровня школьников это очень хороший фильм. Наша киностудия делала много разных фильмов, в особенности исторических. И это один из лучших фильмов, которые они делали. Фильм мне понравился. Я смотрела очень внимательно. Больше всего мне понравилась реконструкция боев. Потому что я сидела и думала, каким образом они это все снимали. И я думаю, это было очень сложно для них. Анастасия Иконникова, Кирилл Чуй, Александр Балакин, 9 канал.